Привет, девочки! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня буду рассказывать о носке вот этой вот тени MAC Night Divine Velux Pearl. Она у меня сейчас на глазах. И я решила по ходу действия изменить немножко правила. И одной тени оказалось мне мало на неделю целую. Я привыкла к палеткам, к большому многообразию и выбору. Поэтому я решила включить две другие тени и макияжи с ними будут после, то есть после вот этого вот моего рассказа. Будет клип с вот этим макияжем, который на мне сейчас. И будут два других клипа с двумя другими тенями, однушками. Тень мне нравится на Divine. И там же в этих других клипах я расскажу свое впечатление о двух других оттенках теней. Наносится она очень хорошо, не оплешивает, что великолепно для такой вот достаточно сухой, казалось бы, тени. Выглядит потрясающе, наносится очень ровно, очень хорошо. Вот, в общем-то, вот такой вот у меня был с ней макияж. В общем-то, у меня было такое настроение. И две другие тени. Это, опять же, обе от Мак. Одна Мак Форджери Ластер. Такая вот белая, сверкающая тень, ничего сверхъестественного. Покажу вам макияж и свои впечатления от ее носки. И еще одна тень, это тоже Мак Грин Смоук Ластер тоже, как и белая. Грин Смоук вообще очень популярная, очень известная тень у Мак. Такая вот. Так что покажу, какой макияж у меня получался с ней. Это будет позже в видео, вот эти клипы. Вот, а пока что расскажу вам, какие тени я выберу на следующую неделю. И я думаю, я выберу два оттенка теней, может быть, три. Да, и еще я буду теперь рассказывать о своих впечатлениях от помадок. И будут для вас сюрпризом в каждом видео, потому что я не знаю, какие оттенки, какие помады я буду использовать на неделе. Потому что это зависит от того, какой в целом макияж у меня получится. Ну, нужно сказать, что на этой неделе, вернее, на прошлой неделе, я много носила вот этот вот Мак Тин Дрим, Patent Polish Lip Pencil, и я не знаю, что случилось. То ли он стал старым, хотя запах вроде бы приятный, парфюмированный, то есть он не испортился, но он очень-очень неровно наносится. Он собирается, я не знаю, на чем, даже не на складочках, а на каких-то малейших выступах, и его невозможно нанести ровно. Эта помада, она помада блеск, помада карандаш, она не наносится на губы, она ложится какими-то комками, пятнами. Вот так вот он выглядит. Очень красивый цвет, казалось бы, но носится ужасно, поэтому я от него собираюсь избавляться. У меня уже собралась некоторая коллекция того, тех средств, от которых я хочу избавиться. Там карандаш тени от Dior, тени от Chanel, румяна от Pupa, и теперь еще вот эта помада от MAC. И сейчас у меня на губах это Nars Cruising помадка. Помадки Nars вот этого типа, они очень прозрачные, практически незаметные, увлажняющие, на мой взгляд. То есть для меня это скорее такие помады блески, практически ничего не дающие, но когда не знаешь, что нанести, наносишь их. Мне нравится, я довольна. У меня есть еще такая же помадка от оттенки Orgazm. Его бы хотелось немножко поярче, но в принципе тоже неплохо. Вот, и давайте я расскажу, какие тени я выбираю на следующую неделю. На следующую неделю у меня будут тени от Nars, Calisto, Dual Intensity Eyeshadow, вот такие вот сияющие, сияющие. Сияющие, дуохромные, по-моему, они немножко. Я уже не очень отчетливо помню. Очень яркие, очень красивые. Очень красивые тени. Вторые тени тоже от Nars, но другая серия, не сверкающая, это будет Strada. Мне кажется, они очень хорошо подойдут друг другу. Потому что Strada в таком же немножко сиреневом тоне, но только не настолько сверкающая. Будет, я думаю, довольно интересно. Вот так вот она выглядит. Она сиреневая, с золотыми, да, с золотыми блесточками. Очень красивая тень. Ну и, так уж и быть, выберу третью тень. Это тоже Nars из такой же их другой коллекции, нет, Dual Intensity. Это China Blue, матовая тень, темно-синяя. Вот такая вот, очень насыщенная. Не знаю, как я буду использовать. Не исключено, что опять всего лишь подводкой. Но вот она вот такая вот, очень насыщенная тень. Так все. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. Жду ваших комментариев и увидимся в моих следующих видео. Пока. Итак, сейчас я вам покажу макияж с этой вот тенью MAC Night Divine Velux Pearl. Это сегодня. Еще не знаю, как я это все оформлю. Но я поняла, что вот такая вот одна индивидуальная тень на неделю, мне этого маловато. Поэтому, наверное, прямо на этой неделе я уже изменю правила и включу еще две тени в этот проект. Все, у меня уже весь макияж сделан, кроме теней и туши. И что я делала с этой тенью? Тень такая вот серенькая. Я брала такую достаточно плоскую кисточку у меня от Sephora. Они опять изменили свою линейку, они уже не продаются. Но, в общем, смысл понятия. У меня нанесена база от тени от NARS. Немножечко пройдемся кисточкой с пудрой. Ну и дальше я наношу тень. Нашу ее на все подвижное веко. Концентрируясь на линии роста ресниц, в том числе, потому что я не собираюсь делать подводку. Немножечко захожу и в складку века. Я наносила вот такие вот тени жидкие. У меня от Studio 10. Они мне попались в коробочке от Look Fantastic ежемесячной. Можно, я думаю, использовать такие тени. Они есть от Pixi, тоже их можно заказать на Look Fantastic, например, или на Cult Beauty. Есть такие же тени, самые известные. В общем, я оставлю ссылочки на них внизу. И нечто похожее, ну не совсем, но очень похожее есть у Essence. Это Metal Shock и Shadow. Вот такие вот у меня они в розоватом оттенке. А здесь у меня оттенок такой, он кажется золотистым. Но на самом деле там цветные немножко блесточки и прозрачные. Поэтому очень интересно смотрится на других оттенках теней. Что я делаю? Здесь такой вот вереветовый аппликатор. Я просто беру эту тень на палец и наношу на веком поверх теней. Больше концентрируюсь на середине века и на внутреннем уголке глаза. Тени очень классные. Они ощущаются очень влажными на веках. Я оставлю тоже, если найду их ссылочку внизу. Сразу такое увлажнение идет веком. Очень приятное. Очень хорошо они держатся и без базы. Само по себе. Но я наношу их сейчас на сухие тени. И сухие тени лучше наносить с базой. По моему опыту у меня тени Мак немножко скатываются обычно в веке. Сладкий века. Вот так вот это выглядит. Блесточки выглядят не золотыми. А именно сквозь них проступает тень снизу. Очень интересный эффект получается. И поверх складки века я наносила вот этот бронзер Hoola. Он у меня сейчас на лице. И его же я наносила и в качестве такого оформления глаза. Такая вот кисточка от Makeup Store. Кисточка бочоночек такой. Мягкая очень. Можно использовать, я думаю, любой бронзер, который вы используете в данный день. Это придает такую завершенность макияжу. Единым целым выглядит лицо. В бровь я наношу все ту же тень из карандаша для бровей от Makeup Forever. Ну и осталась тушь. И дальше, наверное, пойдут макияжи с другими тенями MAC, которые я выбрала на эту неделю. Все. Пока. Привет. И сейчас покажу вам макияж из вот этого тенью MAC. Белый, сверкающий. Фоджери Ластер. Надо сказать, что я люблю такие белые тени. Они для меня легкие в использовании. Я их обычно использую просто на бегу. Как базу. Как единственную тень на веках. И именно так я сегодня собираюсь ее использовать. Я люблю надеть кисточкой EcoTools из мини-набора. Какой-то менять малюсенькой. Малышкой. И у меня глаза довольно уже уставшие за рабочую неделю. Покрасневшие. Я просто наношу эту тень без базы, без всего. Просто на веко. И все. Я нанесу еще тушь и мой макияж будет закончен. Я чувствую, что такой макияж для меня он быстрый, легкий. И он освежает лицо. И мне не нужно больше ничего делать. Ни подводку, ни какие-то еще тени. И мне этого достаточно. И так вот это вот законченный макияж с белой тенью. Я люблю такие тени. У Max Factor есть похожие. Не обязательно MAC. Сверкающие, полупрозрачные, не сильно пигментированные белые тени. Для меня они делают вот такой вот повседневный легкий макияж. Очень легко освежают лицо, взгляд, когда он устал и когда не хочется делать ничего сверхъестественного. И еще, на мой взгляд, они хорошо сочетаются с яркими помадами. Надеюсь, вам интересны мои мысли на этом. Я думаю, что это подойдет не всем, но мне это нравится. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайки и жду ваших комментариев. Итак, последний макияж, который я делала на этой неделе, это макияж с этой вот тенью MAC. Очень всем известный. Green Smoke, Luster. И сейчас я покажу, какой макияж я с ней делала. И как я это делала, с какими еще продуктами. Первое средство, которое я наносила на мои глаза после базы, это вот этот вот тени-карандаш от Corus с минералами. Вот так он выглядит. Оттенок это 46 Olive Green. Не знаю, продаются они еще или нет, но в принципе любой вот такой вот цвет может работать. Вот здесь их просто очень стойкий и очень быстро застывающий. Вот такой вот оттенок. Такой серо-зеленый. И я наносила его на внешний уголок глаза в качестве такой широкой подводки, что ли. Затем я брала вот эту тень Green Smoke, вот такую вот кисточку, довольно жесткую, пушистую, не заостренную. И наносила ее на внешний уголок глаза и поверх вот этого вот карандаша в том числе. Ну вот так вот получается. Затем я наносила тень предыдущую MAC Fortress Luster, сверкающую белую тень. Такой плоской маленькой кисточкой Eco Tools. Я наносила ее на внутренний уголок глаза, смешивая с зеленой. И последним этапом этого макияжа я наносила тень из палетки Naked, но не баг, который я делала с одним из предыдущих макияжей в предыдущую неделю, а Naked. Это тень Urban Decay Naked. И я наносила ее кисточкой Makeup Store, вот такой вот бочоночком, но заостренным, а очень мягкой кистью. Наносила ее поверх складки века, растушевывая с ее помощью лучше зеленую тень и белую тень наверх. Собственно, все. И теперь карандаш белый, белая пудра из карандаша Makeup Forever под бровь. Тушь и макияж готов. Вот так вот выглядит законченный макияж с этой вот тенью Luster Green Smoke от MAC. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки этому видео, не забудьте подписаться на мой канал. Жду ваших комментариев и увидимся на следующей неделе с макияжами или раньше. Все, пока!